Почему распался Советский Союз? Как вы думаете? Потому что пришел Горбачев, а он и Иуда. Потому что, наверное, Горбачев запустил какой-то процесс, который был несовместим со старой политикой Советского Союза, с тем укладом, что поэтому все новое вытеснило старое. Я считаю, что Горбачев нас предал, продал. Вот, я так считаю. Поэтому распался. Что нас продали, предали. И виновный только Горбачев. Не люди. Нас-то что? Нас. Послали туда, мы идем. Нас послали в Афганистан. По Чечню послали, идем. В Украину послали, идем. Ну, а Советский Союз очень жалко, что распался. Очень жалко, на самом деле. Да, я из Советского Союза. Я очень жалею. Я думаю, что мы все не очень любили свою страну. Если бы мы ее любили все, мы бы этого не позволили. Ну, потому что время его пришло к концу. В упадке все было. Вот он поэтому и распался. Потому что идиоты правили в то время. То есть только из-за власти? Да. Потому что каждый человек хочет жить со своими традициями, в своей независимости и со своими привычками с детства, не подстраиваясь ни под кого. Хочет как отдельный, наверное, человек, так и отдельный народ. Во-первых, много работы провела, так сказать, американская элита, чтобы уничтожить все в Советском Союзе. И наивность людей, вот скажем, Ельцин, там, этих, вот вспомните, как они радовались, как они доверяли, что их, так сказать, допустили в друзья. Оказалось, что это просто хитрый ход. Не получилось у них в плане коммунизма, идеального государства не существовало. Много народов под конец уже система не справлялась с голодом, с проблемами и зарплатами. И из-за этого многие республики уже решили отсоединиться от Советского Союза и автономно. Ну, это просто доказывает то, что, как бы, люди пытались, да, создать идеальное общество, государство, но у них не получилось. Такие перемены, наверное, уже все к этому шло, что, вот, как бы, знаете, это не то. Народ стал более, наверное, грамотный, более раскрепощенный, мне так кажется. И уже хотелось больше гласности. Опять же, смотрели люди на Запад. Я думаю, что в этом виноваты где-то руководители той эпохи, Горбачев Михаил Сергеевич в первую очередь. А вот как на вас повлиял распад Советского Союза? Я очень сожалею. Потому что для меня Советский Союз это был очень большим, большой родиной, где люди жили в мире, в добре. Очень много было хороших, было бесплатное образование, хорошая была социальная политика. Наверное, в худшую. Нет, в лучшую, неправду говорю, в лучшую. Я смогла ездить туда, куда не могла ездить раньше. Я смогла, успела частично посмотреть мир, что не могла никогда сделать, даже честно работая в трех местах. Нет, наверное, в лучшую. В середине жизни в лучшую. Как на мою семью повлиял? С экономической стороны. Ой, конечно, повлияло. Ну, во-первых, это у нас там пошли такие, у нас все пропало в магазинах, зарплата не зарплата стала, деньги не деньги, все там кувырком пошло. Я вообще хотела даже, нет, я даже не хотела, я съехала в деревню, потому что начала огород сажать. Это на самом деле так. Потому что почему? А я купила там какой-то разваливающий дом в Пензенской области и стала огород сажать, свиней выращивать. Потому что я поняла, что мы, я не вытянули. С голоду умрем. Плохо было. А вот как вы относитесь к распаду Советского Союза? Положительно? Мне нравилось в Советском Союзе, честно. Если бы сказали вернуться в СССР, я бы пошла. Правда. А вот что положительного было, на вас взгляд? А ну для меня это было детство и ранее юность, поэтому мне казалось, что в СССР было все лучше. Мне так казалось. Хотя и после было неплохо, и сейчас хорошо. Ну, я думаю, что в Советском Союзе хуже было, чем сейчас. Даже, чем сейчас. Вот. Поэтому, наверное, позитивно. То есть не хотели бы вернуться, так понимаю? Ну, хотелось бы без виз ездить везде, во все республики, которые было. А так, наверное, нет, не жалею. Я за. Я рад, потому что, например, в моей семье положительные изменения произошли после смены Советской власти. Да, что это все положительно сказалось. Ну, скорее всего, отрицательно. Потому что последствия до сих пор ощущаются. Экономика не стоит еще на месте. Пускай в Советском Союзе в ранние периоды были суровые времена, когда там инакомыслящих сажали в тюрьму, во всякие там психиатрические принудительные лечебницы. Но в 90-е это просто стали уничтожать людей. На уничтожение заводов, фабрик, всего, чего мы достигли. Ведь Советский Союз жил своей жизнью и не нуждался ни в каких там подачках из Запада и прочего. А вот если бы была такая возможность вернуть Советский Союз? Нет, ну там, конечно, мое детство было, конечно, вернуть. Хотели бы, да? Конечно. Ну, смотрите, молодежи это не надо. Они не знают, что это такое, они там не жили. Ничего бы мы не хотели вернуть, это нереально. Но, извините меня, пожалуйста, это была относительно нормальная жизнь. А сейчас? Государство думало о человеке, а сейчас нет. Если так вспоминать, то полки были пустые, и нужно было увидеть только капусту. Понимаете, во-первых, в одну реку дважды не входит, это раз, а во-вторых, возвращать ничего не надо. Надо построить новое, более благополучное. Вот как сейчас, больше свободы, вы можете куда-то поехать, там, кого-то пригласить к себе, там, из... Ну, сейчас просто такая ситуация, что они там решили какое-то деструктивное какое-то мышление, там, у них, чтобы уничтожить наши связи, но это не выйдет у них. Все, что распадается, я думаю, это плохо. Плохо? А вот если бы сейчас вернуть Советский Союз, вот в наше время, вы бы хотели? Конечно, молодые были, а что? Ну, у нас воспоминания просто очень теплые, и было много хорошего. Вероятно, было много плохого, то, что мы не знали, на что не обращали внимания. А хотели бы просто потому, что у нас внутри очень то время тепло вспоминается. А вот что было хорошее? Что лучше, чем сейчас? Обучение бесплатное. Раз, квартиру я приехала лично, а не москвичка, приехала в Москву, просто меня сюда после института. Мне сразу дали однокомнатную квартиру, как молодому специалисту. Я серьезно говорю, два. Квартир давали бесплатно. Это же потом у меня тут корни пошли. Медицина бесплатная, 100% была. Говорят, плохая медицина. Не была плохая медицина. Бред. Так, бесплатное обучение было, да. За института мы не платили деньги. Если ты тащил этот институт, то есть если ты был умный, не дебил, как сейчас, вон в МГУ. Дебилы. Деньги бабки отстегивают и учатся, и что? И пишут кирпич с мягким знаком. А у нас тогда так не было. У нас хорошее было образование. У нас, кстати, было в Советском Союзе самое лучшее образование. Не правда, говорят, что там в Америке было. Ничего подобного. Много странам ездило. То есть, если бы была такая возможность вернуть Советский Союз... Бегом побежала.